Работа без права на ошибку. Инженерно-техническое отделение ОМОН Управления Росгвардии по Ивановской области одно из самых высокотехнологичных и мобильных подразделений. По-другому и быть не может, ведь именно сюда поступает сигнал об обнаружении любого подозрительного предмета. И нередко находки оказываются смертельно опасными. В нашем регионе работает только наша группа немедленного реагирования, состав которой входит инженер-сапер, кинолог, служебно-рыскной собакой, обученный на поиск взрывоопасных предметов. Работаем в круглосуточном режиме. То есть это говорит о том, что в любое время, в любую точку нашего региона мы можем в кратчайший срок доехать, определить степень опасности взрывного устройства и по обстоятельствам, или обезвредить его, передать для дальнейших следственных криминалистических действий, или уничтожить. В поиске и идентификации взрывного устройства ни один высокоточный прибор не может сравниться со специально обученной собакой. Живут четвероногие бойцы ОМОНа на территории базы, в кинологическом центре, в специально оборудованных вольерах. За каждым псом закреплен кинолог. Это его тренер, напарник и заботливый хозяин. Здесь четыре служебные собаки по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Все собаки обучены. Обучение проходит около четырех месяцев, и за это время собака очень привязывается к своему напарнику, к своему кинологу. Человек и пес работают в связке не один год, понимают друг друга на уровне инстинктов и действуют как одно целое. Не каждая, даже самая способная собака пригодна для службы в инженерно-техническом отделении. Хвостатый поисковик должен обладать особенным набором качеств. Самое важное – спокойствие в любых условиях. Пес должен не бояться громких звуков и толпы и никогда не проявлять агрессию по отношению к человеку. По крайней мере, пока не получат соответствующей команды. Ведь все же служебные псы – бойцы ОМОНа и умеют постоять за себя не хуже других сотрудников отряда. Тренировки с кинологами у собак два раза в неделю. Отработка приемов задержания обязательно. Ну и, конечно, главная работа собак – поиск взрывчатых веществ. Проверим профессионализм хвостатых саперов на примере муляжа-бомбы. Это реально действующее взрывное устройство. Оно состоит из тротиловой шашки, осколочных элементов и приемного устройства. Мы прячем его в одну из этих семи сумок. Собаке необходимо определить, в какую именно. Нашего четвероногого героя зовут Рекс. Пес – дипломированный поисковик со стажем почти три года. Кинолог дает Рексу команду искать. Учуя взрывчатые вещества, пес должен сесть рядом. Нужную сумку поисковик обнаруживает за несколько секунд. Обнаружение опасного предмета – это только верхушка айсберга. Основная работа ложится на плечи взрывотехников. Их задача – оценить объект и по возможности транспортировать его туда, где он никому не навредит. Этот взрывозащитный комплект называется «Заслон». В данном случае название говорит само за себя. Основные характеристики – круговая защита туловища и фронтальная защита головы, рук и ног. Бронеэлементы выполнены из титана. Нагрудный щиток – из сплава толщиной 6,5 мм. Надеть самостоятельно громоздкую экипировку невозможно. Снять ее без посторонней помощи тоже. Проверено на себе. Несмотря на то, что работа взрывотехников интеллектуальная, нужно обладать недюжинными физическими способностями. Данный костюм весит 40 кг. В нем даже дышать сложно. Не то, что выполнять какие-то действия. Зато свои функции «Заслон» выполняет на 100%. В нем сапер может приблизиться к взрывному устройству. Предназначен для безопасности взрывотехника от воздействия взрыва. Защищает от взрыва гранаты на расстоянии 5 метров противопехотных мин от попадания прямой поля. То есть довольно-таки безопасные. Для перемещения взрывоопасных объектов на большие расстояния на вооружении инженерно-технического отделения есть передвижная лаборатория, оборудованная специальным контейнером. В нем может помещаться взрывное устройство массой 850 г в тратиловом эквиваленте. То есть если загрузить данный взрывоопасный предмет в данный контейнер и каким-то случаем произойдет взрыв, личный состав не пострадает. То есть он гарантирует полную безопасность. Только кажется, что в мирное время у специалистов взрывотехников мало работы. В 2018 году им удалось обнаружить, обследовать, изъять и обезвредить целый арсенал. Два схрона огнестрельного оружия, три обреза, три автомата Калашникова, три пистолета Макарова, один наган, четыре травматических пистолета, взрывных устройств, четыре гранаты, два снаряда. Один снаряд был передан для прохождения следственных коммунистических действий. Наиболее значимые такие моменты, вспоминаясь по прошлому году, на Северном Родоме был обнаружен с времен Великой Отечественной войны боезапас. Боезапас авиационных взрывателей, который находился в земле, порядка 70 сантиметров, при проведении земельных работ, был обнаружен. Там было обнаружено более 200 этих взрывателей. Их извлеки из земли, идентифицировали, идентифицировали как к французской армии. Это из истории. Нормандия-Денева находилась у нас на Северном Родроме, французские гранаты, и уничтожили там. Финальная стадия работы с обнаруженным взрывным устройством или снарядом его уничтожения производят его только специалисты и только на полигоне. Работа этого подразделения, как в известной песне, на первый взгляд не видна. Задача специалистов как раз и состоит в том, чтобы взрывы громыхали только вдали от людей. Со своей миссией ОМОНовцы справляются на все сто.